25 июня отмечается народный праздник Пётр Солнцеворот. В православном церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского. Другие названия этого дня – Пётр, Пётр Рыболов, Пётр Капустник, Поворот. 25 июня завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит 40 дней. Огородники в этот день рассаживают последнюю рассаду. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом. С его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи длиннее. Солнцеворот вершит поворот, говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивает на зиму, а лето – на жару. И действительно приближалась середина лета, самая жаркая пора. «Солнце греет, всё добреет. Что дождём перемочило, красное солнце пересушило. Как солнышко пригреет, красная ягода поспеет», – говорили в народе. Как и в предыдущие дни, в древности этот день начинали с приветствия солнца. Светилу раскрывали свои объятия на рассвете, радостно его встречали, загадывали желания и восхваляли солнышко. В древности люди восходили на самые высокие холмы, чтобы встретить солнце. А ещё приметы на 25 июня говорят, что это удачный, очень удачный день для рыбалки. Поэтому многие мужчины отправлялись на реку за уловом. Рыба на Петра Солнцеворота прекрасно ловилась и будто сама на удочку запрыгивала. Но самое важное то, что если съесть сегодня одно блюдо, то каждый, съевший его, вскоре сказочно разбогатеет. Этим блюдом является уха. Причём, чем она наваристей, тем больше денег привалит. Уху нужно съесть до захода солнца, иначе это будет просто рыбный суп, а не талисман для привлечения богатства. Петру в день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно, например, пшеницу или овёс, а после обеда чёрное – гречку. Для гречки день вообще считался удачным. Существовала даже такая поговорка – «Кто на Петра посеет гречку, тот будет зимой печь блины». Согласно народным приметам считается, если в этот день обильная роса к богатому урожаю. Во время дождя тучи белое может пойти град. Если вечером туман и много росы, хорошая погода продлится долго. Если день был ясным, красным, то покос травы в этом году должен случиться успешным. Зелёным. Если же шёл дождь, то и покос будет мокрым, то есть по сырой погоде. Если дикие гуси и утки на реке по воде крыльями хлопают, плещутся и ныряют к осадкам. Если ласточки низко летают, то вскоре пойдёт дождь. Примерно 25 июня говорят, что тот, кто сегодня уху съест до захода солнца, тот очень богатым скоро станет. Сон, который в этот день приснится, сбудется через неделю. И обязательно положительно, даже если казалось, что снится плохое. Согласно народным поверьям, считается, что родившиеся 25 июня проживут долгую и плодотворную жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова